Как вы понимаете, сейчас я снимаю это видео, чтобы все наладить, потому что, ну, меня правда немножечко встало. Я даже в теории не уверена, что если бы я правда хотела бы детей, не факт, что я бы могла их иметь. Ну, и еще больше сюрреализм скрылось, когда Давид изменяет тебя стилькой. Он буквально хотел меня продать, да, он буквально хотел меня продать какому-то взрослому мужику. А когда вы досмотрите это видео до конца, вы вдвойне поймете всю ту боль и весь тот тлен, который я испытала на базе всего этого. Небольшое предисловие перед тем, как вы начните смотреть это видео. Я просто обязана перед вами извиниться, потому что, возможно, кому-то это видео не понравится. Я буду здесь достаточно много, наверное, даже ныть. И если, ну, короче, просто простите меня, пожалуйста. Мне очень, правда, неловко, мне очень неприятно было снимать это видео. Но я понимаю, что больше не могу, как бы, все это молчать, скрывать. Будет очень жаль, если от меня потом все отпишутся, но это другая история. Я больше не хочу молчать и не говорить то, что у меня накопилось в душе. Это видео я снято в основном вот с такой позиции, типа, хе-хе, ха-ха. На самом деле мне ни разу не хе-хе, мне очень тяжело говорить. И это моя защитная реакция. Вот, поэтому, ну, вы тоже должны это знать. Я села снимать видосы за окном какой-то просто... Ад происходит. Вы слышите этот звук? Чего за дичь? Ну что ж, еще раз всем привет. Меня все еще зовут Лиса, но ты можешь позвать меня замуж. И именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Наконец-то я отвечу вам на этот вопрос, на который я обещала вам ответить еще аж в январе. Просто понимаете, не на каждый вопрос можно просто так взять и ответить. Вы написали мне столько сообщений, столько было вопросов, было столько разной дичи, что сегодня я решила ответить на все самое популярное и на все самое неоднозначное. Измены, развод, почему нет детей, мое отношение к первому, второму, третьему, четвертому, пятому, десятому. Все расскажу. Ну, а теперь давайте сделаем макияж, потому что я решила, что будет прикольно рассказать вам все это параллельно делать, макияж и пробовать себя в необычном образе. В моем инстаграме я попросила вас предложить эстетику, в которую я буду переоплощаться. Поэтому, по ходу переоплощения в новую эстетику буду отвечать на ваши вопросы. Пойдемте краситься. Берите себе чай, кофе, потому что выпуск обещает быть таким неоднозначным. Ну что, мои сладкие малыши, обсуждаем мой развод. Первые сообщения о том, что я развелась, начали появляться где-то в январе. Тогда же, когда я переехала, тогда же, когда я стала впервые показывать вам мои рум-туры из новой хаты, в которой на тот момент ничего не было. Да, реально, я обратила внимание, что у людей начала заботить эту тему. Следующим этапом в моей жизни стало изменение прически. И когда я подстригла волосы, когда я в первый раз сделала их просто короче, я вообще сняла нарочинку, потому что она меня задолбала. Таких сообщений, само собой, стало еще сильно больше. Короче, ребята, я решила покраситься. Как до этого до всего дошло? Мне надоело быть желтым, поэтому я решила бахнуть ее радикальный блонд. Не знаю, что будет с моими волосами, но надеюсь, что они будут живы. Тяжело было это уже игнорировать, поэтому я поняла, что у вас уже давно закрались определенные мысли, и что на эти мысли, ну, рано или поздно, мне придется определенным образом ответить. Сначала, на самом деле, такие сообщения меня даже не столько задевали, сколько просто вставили в тупик, потому что, ну, объективно, это немножко странно, когда огромное количество людей начинает писать тебе, типа, чего-то развелась. Когда я сказала в одном из видео, что теперь я сплю здесь и сплю с моим новым мужем, с подушкой до кимоврой, то таких сообщений стало очень много, и, если честно, то все это было достаточно токсично, и меня даже в какой-то степени обижало. Как-то так выглядит теперь мое жилище. Совсем скоро я покажу вам нормальный рум-тур, но пока мы можем довольствоваться вот этим. Кстати, это тот самый знаменитый футон, на котором я ныла столько времени. И вот мужчина, который теперь со мной спит. Знаете, сообщение в таком духе, ну, тебя бросил мужик, потому что ты никому не нужна, потому что ты ничего из себя не представляешь, ты, типа, ничего не умеешь. Было очень много сообщений касательно моей внешности, что и серия ни одному нормальному мужику такая баба не нужна, и было очевидно, что меня бросят. Было очень много сообщений, которые действительно повергали меня в какой-то лютейший шок и ужас. Иногда я заходила в комментарии какие-то в формате «Тьфу, тебя бросил мужик, потому что ты выглядишь как чмо, потому что ты смотришь аниме, и какой-то просто лютый сюр вот из этого вот плана». Под этими комментариями находились, конечно же, подписчики, которые спорили с этими неадекватными людьми. И, ну, я как бы хотела почувствовать, что меня защищают, и что есть люди, которые поддерживают меня, и которые просят не влезать в мою личную жизнь, и не копаться, и, возможно, не делать мне больно, если это причиняет мне боль. Но таких людей было не очень много, и я поняла, что большинство все-таки не на моей стороне, и отдалилась действительно от аудитории. Как вы понимаете, сейчас я снимаю это видео, чтобы все наладить, потому что, ну, мне, правда, немножечко встало от этого всего. В тот же период, когда я немножко отдалилась, мне стали приписывать симптомы депрессии. Ну и вот, после того, как дополнительно по мне начали еще ехать по этой теме, я такая «Воу-воу-воу, все крайне интересно». А когда вы досмотрите это видео до конца, вы вдвойне поймете всю ту боль и весь тот тлен, который я испытала на базе всего этого. Выравниваем брови, хотелось бы вместе с бровями также и свою жизнь выровнять. Я даже начинаю в какой-то момент испытывать чувство вины, хотя даже абсолютно толком не понимаю, за что я испытываю чувство вины, ведь я ничего плохого не делала. Сервер в нем сконосочный вопрос, собственно, почему у меня было такое подавленное состояние. Да, ребят, я не развелась, и я не была на грани развода, и я просто болчала и не высказывалась об этом раньше, потому что мне было просто интересно посмотреть, до какого маразма все это дойдет. Я не в процессе развода, мы вместе, и все это время мы были вместе. И буквально те, кто смотрит канал Давида, да, это мой муж, у него тоже есть свой канал, часто видели меня, как я хожу на заднем фоне. Я сейчас мандирую и пересматриваю этот фрагмент, и, возможно, вы подумали, что я как-то агрессивно отвечаю, но на самом деле я отвечаю не агрессивно, просто меня бомбануло в этот момент. Сейчас вы узнаете дальше. Просто на фоне той ситуации, которая происходила у меня в жизни, которая абсолютно не была связана с моими отношениями, я постоянно видела только информацию про отношения, и что типа как будто единственное, из-за чего человек может быть в ужасе, это из-за отношений. И просто это было везде, а я не хотела бы об этом вообще говорить. Я даже сейчас не хочу об этом говорить, но я понимаю просто, что это уже взошло слишком далеко. Уже начали задалбывать Тильку, уже начали задалбливать Давида, уже просто, я не знаю, скоро начнут моим друзьям, которые никак не с этим не связаны, задалбывать я буду. Я просто... Ладно, короче, если кого этот момент обидел, сорян, я не хотела никого видеть. Мы переезжаем вместе. Я не знаю, почему вы сделали вывод, что я развелась на основе того, что я отрезала себе каре и сидела в новой квартире. Спасибо, конечно, за ваше сочувствие, то, что вы сочувствовали у меня на тему того, что я осталась одна, то, что меня наконец-то бросили с того, что я люблю, а не мои вообще все, у меня плохо, но это не так. У меня не было времени записывать пока что видео на канал Давида, потому что он тут не жил, но сейчас будет, поэтому я даже буду записывать с ним всякие его летсплеи, если вам интересно, его канал называется Крипяк Плей, это дурацкое название, которое я придумала, оно просто дурацкое, ну, потому что Крипяк, типа, что за бред? Но в этом и смысл. А теперь на тему депрессии и всего такого. Все сложно, и я думаю, по моему тону, насколько мне грустно, вы поняли, насколько все достаточно плохо. Сообщения про развод, конечно, меня убивали, но, знаете, когда тело идет о смерти, не так уж тебя и убивают комментарии. Моя мать, она живет в Германии, я сейчас нахожусь в России. Из-за того, что начался весь этот ковид, я не могу попасть в Германию, а она не может попасть в Россию, ввиду очень многих обстоятельств. Ехать каким-то нелегальным способом, знаете, делать бизнес-визы, вот эти вот несуществующие, вообще абсолютно не вариант, потому что это очень опасно, когда снимут границы, если мы буквально обостремся, то у нас не будет вообще шансов пересекаться. Я в самом начале, когда вся эта шняга с короной началась, ну, к этому относилась, типа, и сей, ладно, мы переживем, да, неприятно, да, я осталась где-то на год без всякой Кореи, без Европы, да, я там какое-то время не увижу мою маму, но в целом все было нормально. И, короче, в декабре мне звонит моя мать, по которой я уже реально стала тосковать, несмотря на то, что они самые близкие отношения, ну, не буду вообще лукавить. Она мне звонит там и говорит, что у моего бати, это не мой родной, если что, отец, он мой, типа, как это называется, у него проблемы со здоровьем, проблемы буквально с сердцем, что у него очень низкий пульс, что, ну, все очень плохо. Я считаю своим настоящим отцом, потому что мой родной отец, он просто мудила, как бы, он не заслуживает вообще никакого упоминания, он буквально хотел меня продать, да, он буквально хотел меня продать какому-то взрослому мужику, которому там, типа, за 70 до 80 лет, потому что у моего батя родного есть такие знакомства, чтобы он как можно скорее сдох, этот рандомный мужик, а я такая, типа, стала вдовой к своим 18 годам и обеспечила моего родного батю. Ну, он, да, в принципе, на этом можно закончить с вами беседу, потому что больше его он не достоин. Если вы думаете, что это бред и сюр, то нет, это не бред и не сюр, это действительно реалии моей жизни. И вот, значит, мать звонит и говорит, что у моего батя, ну, проблема, что с сердцем. И, знаете, моя мама, она по характеру, она такой человек, она очень переживает обо всем, мы с ней абсолютно разные, поэтому нам тяжело сойтись. То есть, это тот человек, там, когда бабушка, например, ей звонит и говорит, типа, у меня болит голова, все, у моей мамы там истерика, она начинает мне звонить, говорит, боже мой, у бабушки болит голова, все, очень плохо, пожалуйста, спаси бабушку. То есть, ну, она такой чел, который просто, у нее гиперфиксация на всем. И она постоянно, там, не знаю, пишет Давиду, спрашивает, как у него дела, и тп, и тд. Я возила к ней в Германию Тильку с Денисом тоже, она о них там переживает, каждый раз, когда она мне пишет, она спрашивает, как там дела у Наташечки, как дела у Дениса, типа, мы по вам очень скучаем, бла-бла-бла. Короче, моя мама такой характер имеет. И она постоянно обо всем очень вот так вот бурно на все реагирует, очень. И я просто, которая, нет. Короче, звонит мне мать в один момент. И абсолютно моим тоном, моим голосом, вот этим вот спокойным, размеренным, как я сейчас говорю, такая, как твои дела? Я такая, ну, нормально. Она такая, ну, да. Я такая, как у тебя? Она такая, да, все нормально, типа, там, ну, ой, как это проблемы, это батя. И я такая, а что у него случилось? А он, типа, чел вообще, это просто лучший мужик, которого я знаю, объективно, это единственный мужик, который меня не бесит, потому что он просто вот лучший реально, то какой херь я делала, когда была подростком, как я просто там делала крайне плохие вещи. Я никогда не скажу о том, что я делала на ютубе, даже если мне за это платить миллиард, я вам что-то скажу, потому что такие вещи, они должны остаться только между нами, между моей семьей и ими. Но, скажем так, я делала то, что точно ни один другой нормальный немец, он никогда бы в жизни не простил, а он прям немец-немец. Она звонит, говорит, у меня проблемы, говорит, в чем проблемы? Ну, там, сердцем типа проблемы. И вот так это об этом говорит вскользь. Моя реакция, я начинаю орать. То есть, мы поменялись с матерью местами, начинаю орать, какие проблемы с сердцем, сколько вам денег нужно, что происходит. Она такая, да нет, 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 нормально, все, короче, не буду вникать в подробности. После того, как мы с ней поговорили, я словила такую паническую атаку, до меня просто допер тот факт, что, если с моими близкими сейчас что-то случится, я ничего не смогу сделать. Я даже не смогу полететь на похороны. Я сказала Давиду, что я поеду заниматься квартирой, потому что к этому моменту как раз у нас уже появилась хата отдельная, моя личная квартира. То есть, вот это место, где мы сейчас находимся, это не какой-то убогий чулан, о чем мне тоже писали, спасибо большое. Это моя личная хата. Вот, она моя. Никто меня сюда из того прекрасного огромного дома не отселял. Это мой выбор здесь жить, потому что мне здесь хочется сейчас жить. Ну, еще больше сюрреализм скрылось, когда Давид изменяет себе стилькой. Начали говорить мне подписчики. Но сам факт, что это уже настолько перешло границ, что меня начали жалеть, что мой мужик изменяет мне стильняшкой, вот это просто... Собственно, почему я решила об этом рассказать вам сейчас, почему я не рассказала сразу? Потому что, честно скажу, у меня было просто единственное желание посмотреть, до какого маразма все это дойдет. Ну, так сказать, до точки кипения. В какой-то момент я познакомилась с людьми, которые занимаются блогерскими гайдами, вот этой всей вот херней, к которой я крайне негативно относилась, ну и в принципе отношусь сейчас, честно скажу, я не буду тут ничего преувеличивать. Познакомились с этими людьми и меня начали уламывать на гайд. Я сказала, что я не буду делать никакой гайд и не гайд я тоже делать не буду, это все какая-то хрень, это развод на бабки. Ну, короче, я перечислила все причины, по которым я считаю, что это за шквар. Меня пытались убедить с точки зрения финансов, я сказала, что меня это объективно не интересует, потому что я знаю другие, более интересные способы заработка, нежели чем сейчас для меня объяснить, что это очень сильно повышает лояльность аудитории, что если мы действительно сделаем хороший продукт, а не скопипастим его, хотя, кстати, они как раз-таки работают в основном с теми, кто и копипастит, то это меня очень хорошо выделит и это покажет моей аудитории, что мне правда не наплевать и в целом поднимет репутацию всех этих штук и, скажем так, я сделала одолжение не только себе, не только вам, но также и другим людям, которые, возможно, правда хотят сделать хороший продукт, но из-за того, что репутация это уже ниже плинтуса, там уже, в принципе, команде, что я подумаю над вашим предложением, но думать я буду только исходя из того, что скажут мне подписчики. Когда я создавала какую-то сториз на эту тему, я рассчитывала на то, что мне все скажут, типа, конечно, это твой гайд о том, как научиться краситься, если ты обычный чел, не как визажист, ну, то есть для себя, то, чем я, собственно, и занимаюсь. Меня просто буквально поддержали все, там, по-моему, было только один или два человека, который сказал, что это отстой, но на общем фоне очень много из вас сказали, что вам было бы это, правда, интересно. И я подумала, блин, ну, почему бы не попробовать? И когда я увидела вот эту поддержку к моим сомнениям, я поняла, что, наверное, я поступила очень неправильно, очень некрасиво по отношению к вам, когда я просто от вас отдалилась. Это было очень плохо с моей стороны. И что именно вся вот эта вот история вытащила меня, так сказать, с этого определенного эмоционального дна. Я забыла сказать две вещи, когда я снимала это видео, потому что я очень нервничала, и к этому моменту я буквально говорю со слезами на глазах. Короче, во-первых, его прооперировали, с сердцем все нормально, было очень тяжело, но все хорошо, все еще человек жив, все еще человек здоров. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы увидимся не в следующей жизни, а все еще в этой. Очень хочется в это верить. Ну и ссылку я забыла сказать, что она есть, она есть, что в описании, если вам это надо, ну, посмотрите. Если не надо, то забейте нахрен, не смотрите. Теперь о том, что происходит с контентом, почему он так сильно изменился. До меня дошло великое озарение, которое странно, что не дошло до меня раньше, это то, что твоя аудитория, это та аудитория людей, которая знает тебя настоящим. И мои друзья, мои реальные друзья, знают меня именно ту, которая я есть сейчас на видосах. Я могу вот как в таком членном состоянии сидеть, так и могу мракобеситься, как это происходит в моем последнем контенте. Поэтому сейчас, если я хочу что-то делать на видосе, я буду это делать, ну, так, как я бы сделала это перед друзьями. Потому что я хочу сейчас собрать вокруг себя только тех людей, которые как бы глупо и наивно не звучали, но которые реально хотят со мной дружить. Которые примут меня настоящие, которые захотят именно человека, не просто какой-то образ посмотреть, как шоу, как развлечение, а которые будут воспринимать меня близко. И я больше не хочу там стесняться того, какая я есть. Вот я странная, да, вот такая я. Что ж, ребят, отдайте мне время, доделаю макияж, вернусь, как только я его доделаю, покажу результат. На самом деле, я бы просто хотела перед вами еще раз извиниться за то, что очень многие люди, возможно, были вынуждены думать так, как они думали, но проблема в том, что я просто не хотела делиться, ну, настоящей причиной, почему у меня плохо. Просто потому, что я не была уверена, что вообще-то кому-то есть до меня дело, и кого-то это волнует. Сейчас решила расставить все точки над «и» просто, потому что это правда уже не может больше продолжаться. Так что, ну, надеюсь, вы меня поняли. Я вас очень сильно люблю, и я надеюсь, что у нас это взаимно. Пока!